Особое мнение на 101FM Информации о вас на сайте городской думы до сих пор нет Там у каждого депутата небольшая презентажка должна быть Ну, пожалуйста, вы уж маякните, что нужно, наверное, все-таки выложить эту информацию на сайт Информация была в рамках праймерис, когда вы заявлялись, да Ну, вот в качестве знакомства такого Вы многоодетный отец, да, все верно Да, многоодетный отец, у меня трое детей У трое детей, несколько десятков лет вы уже занимаетесь графическим дизайном, в том числе Вы выпускник нашего художественного училища Да, ну и так далее, и так далее В городской думе вы человек новый, но хотелось бы начать с вопроса о впечатлениях первых от работы в нашем городском парламенте Что вам дал уже вот этот новый статус депутата, заместителя главы города Какие-то вызовы, возможно, появились, к чему-то нужно тянуться, стремиться Вот так по-человечески, если описать ваше нынешнее состояние, то что получится? Да, спасибо за вопрос Новый статус, он дает больше, скажем так, ответственности за свои поступки Ответственности за те действия, которые мы совершаем И понимаем, что большую часть времени мы тратим уже на решение проблем, связанных с благоустройством На решение проблем, существующих в городе На решение проблем, которые нам дают наши избиратели Потому что, прежде всего, депутат Это человек, который выражает интересы жителей, которые его избрали И в рамках именно этой деятельности как раз все основные задачи и возникают Здесь, пройдя выборную кампанию, отработав она была непростая А давайте начнем с того, а почему, как решились пойти участвовать в выборах, участвовать в праймерис? Что-то щелкнуло внутри? Или это желание как-то созревало постепенно? И вот оно как раз вылилось с того, что вы все влились в эту кампанию Это созревало, скорее всего, на протяжении последних лет 10-15 Потому что я, как человек творческий, правильно говорить, я закончил Кировское художественное училище Ну и вся моя жизнь была связана так или иначе с красивым окружением С созданием красивого окружения вокруг нас, в нашем городе Я проводил какие-то общественные проекты неоднократно, массовые мероприятия Но постоянно сталкивался с тем, что какие-то вопросы, на мой взгляд, решались в городе не очень, может быть, компетентно Может быть, излишне там заформализовано Например? Ну, например, вопросы по благоустройству наших улиц В том числе, вот до сих пор я удивляюсь вот этой историей Помните, я рассказывал все время своим избирателям Вот, кстати, когда поставили на Океанском проспекте желтые металлические заборы И примкнули их вплотную к чугунным литым решеткам, которые являлись украшением нашего города Ну, такие вещи просто недопустимы, это с точки зрения эстетики, как минимум Вот, но вопросы, понятно, которые сейчас актуальны И поднимаются часто связанные с зеленым хозяйством нашего города То есть, все время были и бесконтрольные вырубки И многие вопросы, связанные там, не совсем, может быть, адекватные восстановлением зеленого хозяйства А как, кстати, оценивать вот эту историю А очередной всплеск негодования, возмущения народного по поводу Александровского сада Вы, безусловно, понимаете, о чем я говорю Ну, здесь я уверен, что в рамках последующей работы Которая будет связана с благоустройством Александровского сада Компенсирующие посадки будут выполнены в полном объеме И общая масса зеленого насаждения в городе не уменьшится А насколько мы понимаем, и вот на недавних думских комиссиях Мы это часто рассматривали, вопрос Программа по улучшению ситуации в зеленом хозяйстве нашего города Она прямо очень сильно будет развиваться Вот Елена Васильевна Ковалева очень сильно поддерживает эту историю И мы, как депутаты, обеими руками за Потому что, прежде всего, город должен быть для жителей Ну, если не ошибаюсь, да, по части зеленых насаждений У нас вот эта концепция, недавно представленная депутатом, в том числе, городской думы Это такой, по-моему, впервые за долгое время Такая серьезная, масштабная, вменяемая работа, я бы сказал По развитию городского зеленого именно хозяйства Дай бог воплотить, конечно, все эти вещи Ну, тут вопрос... Понятное дело, финансирование Вопрос в поддержке корпуса депутатского в том числе Но здесь нужно отдать должное, что сейчас Вообще в целом в администрации мы видим, что Появляется большое количество новых людей, новых лиц И Светлана Кекина, занимающаяся зеленым действием сейчас Она энтузиаст, общественник В недавнем прошлом сейчас находится как раз на работе в администрации Всей душой ратует за развитие вот этих проектов Здесь сейчас можно говорить о том, что начался этот проект Вопросов там очень много Но я думаю, что здесь как раз вовлечение общественности, жителей В том числе на совместном проектировании зеленых зон Это очень важная история, которую нужно развивать Так, какие еще основные темы, которые вызывали у вас беспокойство Волнение на протяжении последних лет в городе Кирове Потому что у нас же жизнь циклична, по большому счету Из года в год мы видим жалобы на одни и те же вещи, по большому счету Разбитые тротуары, дворы, дороги, зеленые насаждения Проблемы ЖКХ и так далее Вот это создается впечатление такого замкнутого круга Из которого очень сложно выйти У вас иная точка зрения? Можно все-таки какие-то вещи решить Проблемы решить в относительно сжатые сроки? Смотрите, проблемы решаются так или иначе И вот мы сейчас видим, в том числе и глава администрации Симаков Очень сильно погружаются во все проблемы, возникающие На сегодняшний день в городе это видно и по активности в соцсетях И это очень видно по откликам жителей Благодарностью реагируют прежде всего на все позитивные изменения Но я думаю, что сейчас проблемы, которые возникали Они имели, часть из них имела системный характер Но отчасти решались вручным управлением Я думаю, что на сегодняшний день мы прежде всего можем поменять ситуацию И в том числе с распределением бюджетных средств Возможно, депутатский корпус носит свои предложения в новый бюджет Кроме того, в рамках предстоящего, как бы то ни было, 650-летия нашего города Многие события, многие идеи, наверное, которые были в состоянии Немножко закапсулированном, они накапливались Они смогут получить свое выражение уже в фактическом существовании в нашем городе То есть это инфраструктурные какие-то изменения, возможно, и событийные проекты И самый главный момент, который мы сейчас видим И это очень сильно заметно на протяжении буквально двух-трех последних лет Это вот с появлением самого Ленина Соколова У нас в очень большом объеме увеличивается вовлечение жителей в решение многих вопросов То есть именно с точки зрения их участия в любых проектах Это с одной стороны, и участие в том числе и в контроле выполнения тех или иных задач То, с чем мы сталкиваемся, например, при приемке разного рода работ Когда подрядчики выполняют какие-то работы, в том числе и благоустройство И для оценки качества выполнения работ мы сейчас часто привлекаем непосредственно жителей и активных общественников То есть когда депутат по своему округу А депутат очень четко понимает свой округ, скорее всего Ваш округ номер 6? Да, мой округ номер 6 Есть это условно от улицы Московской до Комсомольской И от Хлебозаводского проезда до Октябрьского проспекта Ну с небольшими кварталами добавленными Вот я свой округ знаю, как говорится, своими ногами Я считаю это правильно Вот там, если погода позволяет, то каждую субботу я его прохожу пешком, пробегаю бегом Ну так для понимания, пройти пешком мой округ занимает 4,5 часа А если ехать на велосипеде, ну это 17 километров, это примерно час 20 Вот, и я считаю, что прежде всего каждый депутат должен знать свой округ До каждой, там, до каждого дома, до каждой скамеечки Так вот, мы понимаем, что некоторые работы, которые проводились, возможно проводятся по каким-то причинам С небольшими нарушениями, либо с какими-то нарушениями И здесь участие депутата с вовлечением жителей и общественников, очень важная история Потому что эти проблемы, которые возникли в процессе работы, они видны чаще всего в невооруженном власти Что-то уже удалось за эти первые месяцы работы в городской думе решить из тех наказов, из тех проблем На которые внимание жители как раз избирательного округа обращали Кому-то уже успели помочь? Вот прям, как депутат? Прям, как депутат Или что-то сейчас в процессе находится? Ну, в основном, есть проблемы, наказы, скажем так, делятся на две категории Да, это какие-то прямо экстренные, ситуативные Вот была ситуация с проблемами с подключением к отоплению домов на Маклино и Хлебозаводской Оперативно постарались в течение одного-двух дней привлечь внимание служб соответствующих Проблема была решена, ну вот там даже люди пишут в соцсетях благодарности, потому что долго у них все это раскачивалось Удалось помогать решить При всем уважении, Даниил, вот при всем уважении, я не думаю, что это прям вот первоочередная задача депутата с этими вопросами разбираться Вы понимаете, я с вами согласен, согласен Есть управляющая компания, есть ресурсно-сторожающая организация, есть контролирующие органы Совершенно верно, но когда возникается два дня до наступления холодного замерзания, вот, и если эти вопросы было бы не, там, каким-то образом постарались Не будировать, да То они бы, наверное, ушли еще в холода и отдают уже совершенно другое решение проблем Вот, ну и есть проблемы системные, скажем так, которые бы хотелось привести в порядок Вот здесь как раз к разговору про одну из, скажем так, идей, которая вот достаточно давно у меня в голове бродила-бродила И тут как-то все вместе сложилось Здесь речь идет о том, что в нашем городе, ну, достаточно длительное время не решены проблемы оформления внешнего облика нашего любимого города, нашего центра Так, в разные времена это называлось дизайн-кодом, единообразием, да как только не называли это, да Ну, давайте будем говорить формальным языком, да Как вам, как вам привычнее, как вам считается правильнее это все? Здесь речь идет о том, что сейчас существует у нас нормативная база, да, есть правила внешнего благоустройства нашего города И в рамках правил внешнего благоустройства есть отдельный раздел средств наружной информации Вот это как раз тот документ, который описывает внешний облик наших домов То есть то, что мы видим, размещение информации на фасадах, вывесок, типы вывесок, реклам И там, в том числе, там, инстационарно-торговые объекты, там, киоски и прочее Вот, и, ну, по своей сути, да, то есть я художник, мне многие вещи просто казались дикими Как можно такие некрасивые, простым языком говоря, элементы размещать на фасадах Ну, я думаю, что не я один это замечаю И по количеству обращений, там, территориальное управление То есть это баннеры, рекламные вывески Совершенно верно, это баннеры, рекламные вывески И многие из них сделаны, ну, скажем так, либо некачественно Либо, по-простому говоря, некрасиво Вот, и здесь как раз вот мне очень хотелось попробовать помочь администрации В том числе навести порядок в этом хозяйстве Вот, и как раз мы одной из своих задач первоочередных считаем С депутатским корпусом, с депутатами, кто заинтересован в этом процессе Навести здесь порядок, привести это, во-первых, к нормальной нормативной базе Во-вторых, учесть, прежде всего, интересы бизнеса Это самый важный момент, потому что в текущей ситуации Бизнес не очень понимает перспективы, как ему красиво оформить Показать свой бизнес, размещенный в зданиях И при этом не нарушить хотя бы один из законов Вот, а сейчас законы немножко противоречивы А как сейчас вообще система? Поделитесь устроенной Вот, желает человек открыть какую-то торговую точку Что-то либо продавать, либо какую-то услугу предоставлять Он должен согласовывать внешний вид своей входной группы В свою торговую точку? Вывески или что? Значит, там ситуация какая есть Требования описаны в пункте средств наружной информации В правилах внешнего благоустройства И на домах, по всем домам, по основным красным Линиям по улицам созданы паспорта фасадов Где четко прописано, что можно, чего нельзя Какого типа, какой элемент должен быть размещен Может быть размещен И здесь возникает небольшой вопрос Потому что люди, размещающие свои вывески и элементы оформления Могут быть не согласны с этим паспортом фасадов Например, по паспорту фасада нарисовано там три вывески А в помещении находится там восемь арендаторов И каждый по закону обязан свою вывеску разместить Обозначить себя Обозначить себя, да Ну там, начиная от мелочей Например, на сегодняшний день Режимник Где вот написано, мы работаем с девяти до восемнадцати С девять до четыре до семь Он тоже является вывеской И при этом общее количество вывесок ограничено И мы получаем ситуацию, что, например, любой торговый центр В котором пять входов И на котором из каждого из входов размещены режимники Он уже больше вывесок на свое здание разместить не может По закону Это получается нарушение То есть вот эти вещи Мы просто очень глубоко эту ситуацию проанализировали Я думаю, в ближайшее время То есть такие нюансы, на которые обычные покупатели Обычные горожане, может быть, и не обращают внимания Но для организации бизнеса это очень важно Конечно, потому что под это дело Можно получить предписание к демонтажу Либо там, связанное с нарушением оформления фасада Ну и, как говорится, дьявол кроется в деталях Я думаю, что вот по этому вопросу Как раз это одна из моих таких системных задач Я считаю, что если в процессе ближайшего года Нам удастся привести эту нормативку В прозрачный, четкий, понятный инструмент работы Как бизнесу, так и администрации Это будет очень хорошая история Организационно кого вы хотите привлечь Для этой работы Есть ли единомышленники, кого конкретно из администрации И как это оформить Это будет как эта рабочая группа В рамках Гордумы или совместная с администрацией Думали уже над этим вопросом? Комиссия специальная Эта работа в основном будет идти Во-первых, в рамках комиссии по благоустройству Постоянная комиссия при городской думе По благоустройству, транспорту и так далее Конечно При необходимости рабочее совещание С привлечением специалистов По тем или иным вопросам Там есть вопросы и к антимонопольному Со стороны антимонопольного возникают комитеты И со стороны прокуратуры Возможно будут какие-то вопросы То есть вот это все нужно просто согласовать С тем, чтобы когда сам документ выйдет уже в работу Чтобы там не было противоречий И он четко и понятно работал То есть еще раз Любой документ, на мой взгляд, такого рода Он должен быть понятным пользователям Вот это что касается Ну, как это, судя по опыту предыдущих лет Когда инициатива какая-то городадминистрации выдвигается Ее в штыки начинает предпринимательское сообщество Принимать Это касается нестационарных торговых объектов Вот лишь бы не получилось такой ситуации Когда что-то там разработали А предприниматели посмотрели Да вы что, это такие огромные деньги, что поэтому? Вот ровно поэтому Это можно всему соответствовать Ровно поэтому мы сейчас начинаем Прежде всего все работы по этим документам С обсуждения соинтересованными лицами Это бизнес Это как раз жители города И потом уже Саккумулировав все предложения пожелания Мы уже их пытаемся наложить На вот те документы, которые сейчас существуют И получается такая, ну, некая матрица Желаний и возможностей Вот на основе вот этой двухмерной картинки Будем создавать какой-то документ Кстати, по нестационарным торговым объектам Ваш коллега по городской думе Депутат Денис Ерохин Тут неоднократно у нас в эфире говорил о том Что необходимо добиваться того Чтобы все киоски, павильоны Находились на муниципальной земле Не было их на придомовых территориях Тогда он может городской бюджет получать доход Вы обсуждали эту тему? Вы согласны с этим? Я участвовал в этой комиссии Точка зрения хорошая Точка зрения получения дохода, да Вот Вопрос, как это документально и законно решить Вот этот отдельный момент Дело в том, что еще есть маленькая проблема В основном все территории муниципальные На которые выходят возможные места размещения НТО Они под собой имеют сети И вот это самая большая проблема С точки зрения размещения этих объектов То есть на городских территориях Практически все свободные места уже сейчас заняты Свободные места от сетей А размещение как раз НТО на сетях Это вот та проблема, с которой прежде всего столкнулись То есть нельзя, когда под тобой находятся трубы и так далее Поэтому вот люди уходили как раз с ларьками, с НТО Уходили на домовые территории, там сетей меньше А вообще в 21 веке ваш, на ваш взгляд, такой город, как наш В нем вообще могут присутствовать, имеют право на существование Эти нестационарные торговые объекты Многие же их считают каким-то пережитком прошлого Говорят, что от них нужно избавляться Есть другие форматы торговли более современные Вот ваш взгляд, ваше видение Ну слушайте, ну НТО это формат, во-первых, близкий к дому Начнем с этого, это немаловажный момент И это уже дает ему право на существование Как минимум, да Во-вторых, это и работа с отдельным, скажем так, спектром товаров Которые в сетевых магазинах могут не появляться Либо появляются гораздо с какими-то затруднениями более сложными Ну и немаловажный момент Это как раз вот те НТО, которые работают с фермерскими хозяйствами Или НТО, которые, опять же, сетевые Которые являются представителями крупных своих производств То есть это однозначно позитивное отношение к этому И мы понимаем, что часто может быть такое, что Как раз вот в этих объектах и продукты, и товар может быть свежее Может быть какой-то уникальный, который не появляется в обычных магазинах Ну из-за рентгентированности работы технических служб Вы активно участвуете этой осенью Уже зима началась, уже календарная В приемке объектов, которые у нас приводились в порядок в рамках благоустройства Как известно у нас, в частности, в самом центре, в районе центрального универмага Сделали тротуар из брусчатки, да, как раз по Октябрьскому проспекту Вы выкладывали у себя в соцсети фотографии В общем и целом вроде как все хорошо Но если приглядеться, есть, что называется, косяки Да, то есть вот тут как попало, брусчаточка порезана Люки консультационные, они находятся ниже общей поверхности Понятное дело, что туда будет мусор, грязь, листья забиваться и так далее Почему так происходит? Должен кто-то над душой стоять и смотреть за этим, следить за рабочими Слушайте, ну вот почему так происходит, это нужно, наверное, обратиться с вопросом, собственно говоря, к подрядчикам, кто выполнил такие работы То есть подрядчики-то известные? Ну, я понимаю Вот, а со своей стороны, что хочу сказать, что есть участки, на мой взгляд, вот центральные участки, особенно в нашем городе А вот тот участок, про который мы сейчас говорим, это практически от октябрьского проспекта От перекрестка до гостиницы Вятка Он центральный участок, будете смеяться, самый центральный участок нашего города Гости, туристы, приехавшие в наш город, разместившиеся в гостинице в той или другой Выходят после размещения гостиницы на улицу, ну куда мы пойдем? И вот они как раз ровно первое, что видят, это вот этот участок дороги, этот участок пешеходного тротуара И я думаю, что такие-то участки должны быть просто выверены до миллиметра Особенно те моменты, которые бросаются прямо в глаза Да, действительно, очень неаккуратно были сделаны обрезки брусчатки по периметру люков канализационных То, что почему они заглублены, это отдельный вопрос Но, как это все, как с этим дальше жить? Я считаю, что здесь вот как раз именно вопрос работы депутата на округе своем Работа с общественниками, это очень важный момент То есть все выявленные недостатки, да, они все равно, ну так или иначе могут появляться Они должны быть переданы в соответствующие службы, да И в рамках гарантийного содержания, я думаю, по весне все эти вещи должны быть категорически устранены Потому что в таком состоянии принимать и эксплуатировать дальше это нельзя Ну то есть это просто некрасиво Мы возвращаемся к тому, что город должен быть красивым Это вот, на мой взгляд, одна из основных, скажем так, задач, которые и должна решить администрация Ну, красивым и комфортным, и то, что хотят видеть жители Понятие красивое, понятие такое субъективное во многом же, да Вот одному красиво, другому некрасиво Тут же еще вопрос воспитания, вопрос вкуса, да Кому-то и так сойдет, вот этим рабочим и так сошло Согласен, поэтому как раз уровень компетенции людей, кто принимает эти работы, должен быть на порядок, на два порядка выше тех, кто выполняет эти работы Тогда мы понимаем уровень качества выполнения Вот я даже представляю главу администрации Вячеслава Николаевича Симакова, который еще и этим вынужден будет, должен будет заниматься Может быть на него вот все это завести, пусть он определяет, что красиво, что некрасиво С большим уважением, отношусь к его работе и объему работы, которую он выполняет Губернатор Соколов его тут грозился чуть ли не в вынужденный отпуск отправить, да, упрекал, что слишком много работает Вячеслав Николаевич Поэтому здесь, конечно, личное участие во всем этом немаловажно, но я думаю, что вот эти работы как раз и можно поручить депутатскому корпусу, который как раз и находится на местах, прежде всего Вы также писали, что серьезное внимание уже уделяете и будете уделять подходам и подъездам к образовательным учреждениям, да, школы, детские сады Опять же, вы писали у себя на странице где-то в ноябре, да, еще о том, что будут исследованы все эти объекты Будут приниматься какие-то решения, где нужно, возможно, дорожку сделать, заасфальтировать Я тоже ввожу младшего ребенка в детский садик и в период распутицы, ну, сложно, конечно, подойти, не запачкавшись, там, чуть ли не по колено В какой стадии сейчас находится проработка этой темы и что, к чему стремитесь-то? По порядку, значит, начнем. Эта работа не сиюминутная, это системная работа Вот депутатский корпус и в прошлых созывах занимался систематизацией этой работы И каждый год этот вопрос нужно актуализировать Все депутаты городской думы седьмого созыва в рамках осеннего контроля подходных подъездных путей к образовательным учреждениям Свели общий список проблемных мест, связанных, во-первых, именно с некачественным, либо не соответствующим нормам подходом То есть покрытие, где-то есть грязь, где-то отсутствует вообще асфальт Во многих местах вообще твердого покрытия Это недостаточная освещенность этих подходов Это в том числе и вопросы наличия аварийных деревьев, которые немаловажны, когда дети проходят Сейчас ветра дует, с каждым годом сильнее и сильнее И здесь уже может быть ситуация любого Надеюсь, что их нет и не будет, но тем не менее лучше это предотвратить Вот этот свод, он сейчас саккумулирован, передан в администрацию И я думаю, что к весне мы ждем от администрации, депутатский корпус ждет Графика работ, которые, возможно, будут выполнить в рамках текущего содержания тех или иных участков Но и в дальнейшем те вопросы, которые нужно будет решать Безопасность детей, на мой взгляд, но опять же, как многодетный отец Я считаю приоритетом вообще в любых тех или иных расходах нашего бюджета Потому что это очень важная история И весной мы получим, я надеюсь, свод уже встречный по графику выполнения тех или иных работ И будем также контролировать эту историю Ну и текущее содержание, текущий ремонт, так или иначе, он проводится, да, этих территорий Просто получается большее внимание этому уделять? Конечно А большее внимание, возможно, будет уделять только при увеличении финансирования? Бюджет, к сожалению, у нас не резиновый здесь Да, у нас минутка до Но здесь просто хочется сказать, что прежде всего вопросы согласования с такими бюджета Это как раз та задача, которая, одна из основных задач, которую решают депутаты Вот на что будут потрачены бюджетные деньги? В одну сторону, в другую или в третью? Вот тут уже нам решать и решать Ну плюс еще есть средства на депутатские наказы, да? Ну депутатские наказы, да, мы можем ими помогать Но, к сожалению, объем их в рамках именно работ по устройству подходов и привязанных путей невысок Стоимость работы, конечно, большая Здесь, конечно, бюджет прежде всего будет Но бюджет, в любом случае, социально ориентированный Так что здесь, я думаю, что мы вопросы касательно образовательных учреждений будем закрывать У нас завершается на этом первая часть нашей беседы Даниил Мамин, заместитель главы города Кирова в нашей студии Полторы минуты у нас впереди И еще один блок вопросов Добрый день еще раз, продолжаем наш разговор Даниил Мамин, заместитель главы нашего города В оставшиеся 9 минут нашей беседы хочу с вами побеседовать Поговорить о 650-летии Кирова Потому что Даниил является еще и членом оргкомитета подготовки к этому событию Завершился конкурс по созданию юбилейной символики Победила работа дизайнера Ольги Братыгиной, как известно У себя на странице в соцсети вы прокомментировали это следующим образом Строго, лаконично, очень любопытно, как он будет работать в паттернах и разных форматах Ну, видимо, что-то профессиональное уже Поясните простым языком В чем вы тут не уверены? В первую очередь, наверное, формат какого-то большого билборда Имеется в виду? Нет, поясните Как вы оцениваете? Да Действительно, работа лаконичная была выбрана Выбирал ее, будем так говорить Но опять же, вот, Александр Литиневич Соколов в этом плане Задал правильный тренд Что такого рода события должны обсуждаться с общественностью Обсуждаться с жителями города Это очень здорово И здесь жители большинством, причем заметным большинством выбрали вот этот логотип Это хорошая история Ну, 1600 голосов не так уж много, наверное Но это показательно на самом деле Это те люди, кому не все равно Это прежде всего Если человек не заинтересован, тогда до него не достучаться Я один из тех, кто проголосовал Здорово, что все те люди проголосовали Очень спасибо большое за поддержку Было много по этому поводу суждений Но вот сейчас мы имеем логотип, который выбран Я считаю, что чем в этом плане проще логотип Тем ему легче дальше жить То есть, тем больше вариантов его применения может быть Почему? И я проговорил про паттерны И разные форматы использования Здесь как раз речь идет о том, что я не сомневаюсь Что его можно использовать А вот именно паттерны Поясните, пожалуйста, что такое паттерн Паттерн это как? Это узор Как одна из составных частей Какого-то большого панела, возможно Палатна, да Скажем так, с тем, чтобы данный логотип Он существовал не только в формате отдельно взятой картинки Вот логотип как значок То есть, это очень узкое использование На самом деле, скажем так, фирменный стиль брендбук Того или иного проекта Он включает в себя не только значок Он включает в себя шрифтовое решение Цветовые Это комплекс Да, да, да Комплекс мер Определенный комплекс решений готовых Которые можно будет использовать И когда город будет оформляться Чтобы все оформление проходило в едином стиле Но при этом возможности его были максимально разнообразны Вот тогда город украсится, скажем так, единым оформлением Но при этом в каждой точке можно будет подобрать соответствующий данной точке инструмент То есть, если большой баннер, то мы имеем одно решение Если мы имеем значок на груди, мы получаем лаконичное решение Четкое, понятное Если мы оформляем какие-то общественные пространства То мы как раз создаем на основе данного значка Паттерн, узор И просто даже отдельный узор Без указания логотипа Тем не менее, нам дает возможность привязаться к самому мероприятию В общем, одобряем вариант Можно работать Работать можно и нужно Да, вот дальше просто сейчас уже будет вопрос его приведения к стандартным промышленным В рамках оргкомитета по подготовке 650-летию В настоящее время какие идеи обсуждаются? То, что еще не было возможно в информационном пространстве До Нового года, может быть, какое-то крупное решение может быть принято Ну так вот, если предварительно поговорить, то хотелось бы узнать Оргкомитет работает постоянно У него проходят заседания с определенной периодичностью Кроме того, существует дирекция, которая занимается непосредственно вопросами реализации тех или иных проектов Ну, основные, на самом деле, в медиапространстве уже события озвучены были Новых пока у нас не принято Но сбор идей идет постоянно Напомните Основные вещи, о чем хочется говорить прежде всего в рамках юбилея города Ну вот, это моя личная позиция, я ее все время озвучивал Вот если мы делаем 300 километров дорог ежегодных Сделаем 350, ну это здорово, конечно Но это не очень сильно поменяет картину мира для жителей А вот именно события, которые до этого не происходили Работа с какими-то большими проектами Вот та вишенка на торте Озвучивайте, не стесняетесь Вы же за себя говорите, это ваши идеи Основной объект, который мы хотим, чтобы был реализован, это, конечно, парк Кирова То есть это основная зона отдыха горожан, которая у нас существует сейчас И ее привести в порядок, ее формить, сделать по современным стандартам Но это было бы очень здорово И я думаю, что для этого все возможности есть Вот, и город, и область в единой синергии все это дело реализуют Точно так же, ну, вышеупомянутый Александровский сад Он, я уверен, что будет приведен в очень красивое состояние к краске юбилея города Вот, но кроме непосредственно каких-то событий И каких-то мероприятий вот инфраструктурных Я думаю, что большое количество будет и событийных мероприятий И участие у нас в городе приезд разных театральных труп Концертных мероприятий, каких-то конкурсов Кстати, вот про конкурсы хочу сказать Надеюсь, в скором времени запустится конкурс по оформлению И оформлению общественных пространств нашего города И по небольшим событийным мероприятиям, которые будут как раз приурочены к юбилею нашего города А это то, о чем говорил советник-губернатор Михаил Курашин у нас в эфире Некий грантовый конкурс Совершенно верно, да И это очень хорошая история, потому что вот общественное пространство Которое находится не на дворовых территориях, в которых мы можем участвовать через ППМИ И не совсем муниципальная история, а здесь именно общественное пространство Где люди смогут реализовать какие-то свои хотелки, какие-то свои идеи Может быть сделать небольшой скверик Либо что-то оформить как раз в рамках юбилея города Клумбу красивую разбить Да вот на это деньги будут как раз предоставлены в рамках вот этого грантового конкурса Мало того, здесь очень хорошая история, связанная с событиями То есть мы можем небольшие мероприятия проводить И это будет профинансировано именно с точки зрения создания позитивного настроения у людей То есть участие, вовлеченности Ни раз и не два же мы сталкивались с тем, что когда человек сам в чем-то участвует То он и относится к продукту, к результату своих усилий совершенно по-другому Но вот это вот то, что нам не хватает Ты делал своими руками, а потом бережно-бережно с этим и обращаешься Просто мне сейчас трудно представить, что именно это может быть Я не знаю, междомовые праздники какие-то там в том числе В том числе, так, ну допустим День соседей какой-нибудь или что-то такое Элементарно можно сделать какую-то небольшую выставку Организовать там своих работ Работ кировчан, что-то еще Можно провести какой-то концерт Там пригласить какой-то Собрать один или два-три коллектива театральных Да, показать, допустим Опять же на какой-то открытой площадке где-то еще Вот То есть таких объектов очень много И вот эти идеи все я предлагаю сейчас кировчанам для себя саккумулировать В ближайшее время, когда конкурс будет объявлен уже Мы сможем говорить о том, что вот это все будет Напомните, как можно сейчас, как могут желающие предлагать, высказывать свои идеи Куда писать, звонить? Я думаю, что через пару-тройку дней как раз вот формализуется единое окно Для подачи этих идей Вот мы, я думаю, в СМИ его озвучим Вот, просто нужно будет точно понимать Через какую структуру мы будем идеи принимать Но пока их нужно просто приготовить, упаковать, формализовать И дальше, я думаю, это будет очень хорошая история Когда жители города сами создадут себе праздник Ну, я знаю, что идей-то, в общем-то, много И поток их не прекращается прям, да? Вы ощущаете это? Да, конечно Члену оргкомитета Идей очень много Вопрос, конечно, в том, что они очень Полуминутки у нас Да, они очень разнообразны Но здесь хочется просто прежде всего понять, чтобы люди сами были готовы участвовать в их реализации То есть идеи не просто накидывать, да? А вот именно вовлекаться в их процесс То есть не просто проговорили хочу то-то, то-то Но еще и приложили конкретные усилия для того, чтобы этой цели достичь Да, вовлечение идей самое главное Спасибо, завершается время нашей беседы Даниил Мамин, заместитель главы города Кирова Удачи, до свидания Спасибо большое Особое мнение на 101FM